Таджикское правительство никак не может остановиться со своими депрессиями. Новая жертва. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. Таджикистан обратился ко Франции с просьбой положительно решить вопрос об экстрадиции оппозиционера и главного редактора веб-сайта «Ислог» Мухаммад Дикбали Садридина, обвиняемого на родине в мошенничестве в особо крупном размере. Запрос отправлен Министерством иностранных дел Таджикистана на основании постановления суда района Измаили-Самани города Душанбе. Источник сообщил, что письмо МИД уже несколько месяцев рассматривается властями Франции. Реакция Парижа на просьбу Душанбе пока недоступна. Сам Садридин в беседе 12 июня назвал запрос о его экстрадиции политически мотивированным. Мне стало известно, что власти Таджикистана ведут на всех уровнях переговоры с властями Франции о моей экстрадиции на родину. «В сентябре генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон совершит рабочую поездку во Францию. Он намерен обсудить, в частности, мой вопрос о выдаче», — добавил Садридин. Корреспонденты 12 июня увидели копию письма, в котором власти Таджикистана обвиняют Садридина в мошенничестве, совершенном в 2010 году. Генеральная прокуратура Таджикистана 15 октября 2020 года сообщила, что в отношении Садридинова Мухаммадикбола возбуждено уголовное дело согласно статье 247 части 4 Уголовного кодекса Республики Таджикистан «Мошенничество в особо крупном размере», и он объявлен в розыск. Надзорное ведомство отметило, что Садридин обвиняется в присвоении денежных средств трех граждан Таджикистана на общую сумму в 430 тысяч долларов США. Деньги он якобы получил в городе Дубай, Объединенных Арабских Эмиратов, в присутствии свидетелей в 2010 году. Садридин тогда назвал обвинение беспочвенным и заявил, что наоборот, ему самому до сих пор не вернули многотысячный долг. Возбуждение уголовного дела, по его словам, является местью таджикских властей за его политическую деятельность. Статьи 247 и 307 Уголовного кодекса Таджикистана используются властями для уголовного преследования сторонников оппозиции и неугодных лиц. По обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, в частности, был приговорен к 9 годам лишения свободы известный таджикский правозащитник Изад Амон. 44-летнему Садридину предоставлено убежище во Франции. Последние годы он является главным редактором сайта Isloh.net, который публикует острые критические статьи о работе таджикского правительства. Садридин также является основателем канала Isloh.TV. Ранее он был главредом портала Vassatiad. Как вы относитесь к такой ситуации и к тому, что Рахмон настолько уже сходит с ума, что пытается достать оппозиционеров в других странах мира, в то время как многие страны другие этим не занимаются? Как вы думаете, правильно ли он делает или у него уже давно поехала крыша? Напишите, пожалуйста, свое мнение. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok